приветствую вас видео про посад быть эти замена помпы как снимается помпа тут есть принципе на каждом канале кто занимается этими посадками вы третьими сложности как бы нет снять помпу раз два три четыре если нету гидроусилителя и она уже у вас в руках ну естественно шланги снимаем раз два три здесь вспомню вспомню вот с этой стороны к защите пластмассовой прикрученным здесь один болтик откручиваю меня почему-то он сквозной уже был может она так надо не знаю вот этот вот уже сквозной был самое интересное началось вот здесь шкив снялся без проблем то есть даже без каких-то усилий самое интересное началось вот откручивать все эти вот болтики по кругу не знаю кому там удавалось открутить их полностью без срыва нам со сваркой короче удалось наверное открутить всего лишь два болтика это не так просто мы тут и грели здесь и стучали и чуть не танцы с бубнами и нифига посрывали короче шляпы наваривали потом штоки такие поставались здесь вот на такой вот кстати штоки наваривленные гайку открутили еще там больше открутили короче 22 по-любому нам не удалось открутить и мне пришлось высверливать вот она дырка сквозная высверлил и вот здесь дырка сквозная здесь еще пол беды здесь на гайку закрутиться здесь гайка не станет здесь придется нарезать еще резьбу вы представляете сколько здесь работы проделана с этим г блин это песец я чтоб знал что такая хрень будет взял бы бушные наверное буш на не новый это уже купил новый уже заднего хода не сделаешь вот уже новая помпа кстати с хорошей клетчаткой некоторые тому видео показывать что секундочку чтобы не попортить прокладку отложу ее некоторые показывают видео что вот это вот крыльчатка клетчатках и не знаю как она там правильно называется она идет металлическая и то есть с такими короткими лопастями она очень плохо качает с этими полностью согласен да мне повезло вот с такими лопастями прошло будем надеяться что будут наслать как положено такие же самые лопасти как у родной я думаю все придет такая же самая хрень и потому что делал я под заказ то я уже планировал ахту срезать эту как-то снимать потому что видео в интернете они снимаются и прессуют на новый вал но точно этот новый вал или шток шток на лучше сказать вот но мне хоть в этом повезло но не повезло короче с этим корпусом с разбором блин короче я не знаю я начал где-то может 12 часов дня уже уже пять вечера так что вот как это так блин себе купил бы буш нужно но поставил бы забыл так что вот такие вот дела смотрите сами кому-то что лучше на что кому рассчитывать нюансов до хренища именно с этим снятием вверх так вот сложил так воспользовался герметиком вот такие вот это не реклама но так как бы то что у меня было еще более менее хороший герметик его воспользуюсь им на эту площадку на новую площадку то есть вот под эту вот корпус я не ложил здесь он немножко уже подшатанный там то уже несколько слоев прокладок я так понимаю там уже до идеальности не уберешь так что лучше воспользоваться герметиком моем случае очень тонким слоем чисто жирным сделать чтоб она приклеилась и где-то мили пили зазор и устранила как-то так короче болты закреплены вот так вот так вот у нас получилось почти красиво вот видите как у нас болты по выходили болты абсолютно пришлось искать другие родные вообще не пошли осталось там только по моему разных болтов только два штуки это только на выброс так что имейте ввиду если вы столкнетесь такой же самой проблеме чтобы уже были приготовлены к таким неожиданным случаем который мне сегодня вот так все произошло нехорошо и сколько времени украла это у меня помпа дальше что прокладка которая должна вот здесь стоять в комплекте не было желательно прокладку в комплекте такую иметь потому что смотрите у меня со старой она такая вот видите какая она дрябленькая у меня есть вариант перевернуть ее эта сторона более-менее еще нормально но так как у меня новый нет и ждать ее три дня тоже нет так что здесь мы опять же наложим герметика положим вот этой стороной нашей памятой сюда внутрь и подождем когда это все дело засохнет они кота она еще будет сырое потому что она строя выдавится повлазит каша попадет внутрь лучше подождать чтобы она немножко подсохла меньше каши вылезет а так она будет упругая ну то мое мнение возможно я ошибаюсь ну и так при разборе генератор я не снимал как некоторые снимают а просто его поднял вверх чтобы можно было добраться до этих болтов где не увидишь за генератор вот они два штуки там должно быть и плюс вот эти два штуки раз и два и не забываем вот про этот болтик вот он шкив при снятии я не снимал как-то тут немножко разодвинул но хотя желательно снять просто его неудобно на весу откручивать а уже когда ставил назад помпу полностью с корпусом уже отдельно шкив вставил потому что уже неудобно было почему-то ставить шкив уже в конце я ставил шкив ставил ремень и натягивала естественно уже генератор короче все проверил жидкость залил все отлично датчик не моргает вот кстати у меня стоит датчик на тасол вернее на охлаждающую жидкость 91 года выпуска есть такие проемчик но датчика там почему-то нету и все отлично работает а вот восемьдесят девятого года выпуска именно стоит датчик если тасола нету или там охлаждающая жидкость антифриза то начинает моргать светодиодная лампочка на проборной панели в принципе закончилась замена помпа будем надеяться все будет хорошо еще один нюанс при залить и охлаждающую жидкость как я делаю чтобы печка чтобы печка не завоздушилась вот таким методом я делаю ну сейчас объясню и всегда печка работает на ура то есть греет без проблем сначала сначала заливаю на заглушенный двигатель 2 литра охлаждающей жидкости воду кто там льет тасол или антифриз я заливаю антифриз потом завожу она на холостых работает и доливаю все остальное как бы никогда вот таким принципом никогда проблем не было спички видео у нас было про посадки 3 всем спасибо за просмотр обязательно подписывайтесь на канал мой кирман бай всем всего хорошего и пока пока и у Субтитры подогнал «Симон»